привет ну что я все-таки вышла в эфир сейчас начнем сейчас чуть-чуть чуть-чуть и и начнем сейчас все присоединятся это все настрою спасибо спасибо все кто присоединяется привет 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 сейчас подождем еще несколько человек привет привет да очень волнительно я долго откладывал этот эфир наконец-то я решилась рассказать про кавиар информации много про публикацию журналах и так далее и так хочу представиться в первую очередь для тех кто меня не знает меня зовут юлия пыхтеева я живу и работаю в италии фотографирую достаточно давно но коммерческой фотографии занимаюсь с половиной года провожу съемки как для брендов компании так и частные съемки под ключ мои любимые жанры это женский портрет и белевые съемки будуар это больше всего я люблю так буду благодарна если эта информация вам зайдет и будет полезно пожалуйста делитесь ей с теми людьми кому она будет полезна после эфира если я не отвечу на какие-то вопросы пишите под в комментариях я обязательно разберу отвечу на каждый вопрос информации много постараюсь уложиться примерно там час и так не будем откладывать начнем итак тема нашего сегодняшнего эфира кавиары как попасть журналы и с чего вообще начинать и что это такое и так кавиар это такая скажем сайт платформа и не каталог который включает себя много 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 разных журналов разных по рейтингу и разных по вообще по наполнению так далее но это такой скажем средний сегмент потому что это не вог это не космополитен и это не базар то есть нужно это понимать идя туда то есть вы там вог даже если забьете вы там не найдете вог за через кавиар вы не сможете подать свои документы точнее свою свою съемку такие журналы мирового так скажем уровня поэтому кто может публиковаться там могут публиковаться все участники съемки то есть фотографы визажисты стилисты стилисты по волосам по аксессуарам дизайнер одежды в общем креативные директора режиссеры так далее знаменитые личности вот у меня была недавно съемка с певицей и мы также подали заявку и нас опубликовали то есть это такой скажем еще один способ самопродвижения это относительно бесплатно мы это тоже разберем потом вот кто еще у нас может ну да это для того чтобы прорекламировать себя и заявить миру лучше уж эта съемка так скажем пойдет в эти журналы так скажем этого сегмента чем она просто будет лежать у вас в архиве поэтому почему бы и нет всегда нужно пробовать если не обязательно конечно быть топовым каким-то там мастером просто своего дела можно быть начинающим с прекрас с видением прекрасного с желанием творить красоту и я думаю что ваши работы обязательно тоже возьмут и так сайты на английском поэтому вы не найдете там перевод и все такое другой ваш язык но через google переводчик всем нам в помощь поэтому все достаточно интуитивно и так скажем не сложно у них есть даже видео на сайте как что зачем делать поэтому все достаточно просто поэтому начнем самого начала и так нам нужно будет зарегистрироваться на сайте caviar.com все нам нужно оформить свой профиль написать биографии написать имя фамилию если вы не хотите указывать свое настоящее там имя и настоящую фамилию псевдоним указывайте потому что именно эта информация будет потом в подписях на ваших публикациях поэтому если вам ну как бы вы не хотите именно свое имя поэтому пишите псевдоним ничего страшного вот но обязательно смотрите чтобы был инстаграм правильно прописан потому что именно эти информацию которую вы заберете в профиль и потом будет ображаться под вашей съемкой так что еще нужно итак скажем о том кто может публиковать еще раз публиковать могут принципе все участники как я уже начала говорить об этом но есть много журналов которые принимают так скажем фотографии именно от права владельца на авторство кто у нас обладает авторством на на фотографии конечно же фотограф правильно юлиса вот то есть фотограф то есть многие журналы хотят именно получать заявку на публикацию какой-то определенной съемки только от фотографа и поэтому нужно есть журналы которым все равно и она не даже не указывают это в деталях при публикации а есть журналы которые именно просят чтобы заявку подавил именно фотограф поэтому это нужно учитывать тоже поэтому если вдруг вы например там визажист или дизайнер и так далее вы хотите какой-то определенный журнал попасть но он не принимает от визажистов и так далее то просите пожалуйста об этом я на вопрос обязательно все потом отвечу в конце обязательно так сбилась а ну вот просить фотографа о том чтобы фотограф за вас подал эту всю съемочку что нужно знать если вы фотограф вам обязательно нужно все равно разрешение от всей команды в том числе от модели почему потому что ну мы все знаем что он автора фотографии то есть фотографа одно право да то есть но у модели у нас авторство на изображение то есть она изображена на фотографии она должна вам разрешение это дать все равно в любом случае лучше если вы напишите там по имейлу или sms или чем каком-то мессенджере и она вам ответит у вас это будет ну то есть разрешение так скажем написано лучше релайс сделать конечно же разрешение да вы будете точно знать что ничего как бы не случится она на вас потом не скажет вы использовали мои фотографии вот особенно если мы говорим про детей несовершеннолетних моделей то есть или которых которые состоят в агентстве то есть это очень важная информация учитывайте это то есть без разрешения лучше никогда не публиковаться ни в каком журнале не в этих и не в других вот поэтому будьте честны со всей командой поэтому наоборот это вам воздастся так скажем все наоборот всегда все рады конечно же такой рекламе поэтому не я не слышал такого что кто-то отказывался но на всяком случае эту информацию нужно знать и так что у нас дальше я подсматриваю свои просто эти записочки информации чтобы не отходить от темы от модели мы поговорили так когда вы подаете фотографии эти фотографии эту съемку в журнал то есть вы даете разрешение журналу использовать эти фотографии как они хотят и в хвост и в гриву точнее они могут их печатать они могут использовать их на сайте они могут их выкладывать соцсети то есть вы это тоже должны понимать то есть да да я да ну как бы отдавая этих фотографий вы должны понимать что все эти фотографии теперь уже уже не имеют такой скажем эксклюзивности уже эту съемку вы не пойдете другие журналы чуть выше уровня подавать вас уже не возьмут просто поэтому если вы точно знаете что в эту съемку не будете подавать другие журналы какие-то то идите на кавиары и публикуйтесь там это без проблем ну можно в принципе приступить к так после этого после того как мы зарегистрировались куда мы идем мы идем на страничку опубликоваться get published и видим там кучу разных вообще журналов просто невероятно много огромное количество и просто все такие такие красивые у них обложки ты думаешь все прекрасно все классные вообще хочу во все журналы но вам обязательно нужно определиться с жаром жанром съемки какой у вас там что ваш fashion beauty какая-то вас там свадьба или еще то есть вы определяетесь и то есть вы не можете в fashion пойти со свадебными фотографиями публиковаться или например с бьюти идти куда-то внюд да то есть это у вас просто не возьмут и вы подумаете странно почему не взяли ну как бы тут тоже обижаться не надо иногда даже просто какой-то определенный выпуск имеет какую-то определенную тему многие журналы сразу же вам предоставляют мудборд то есть они с пинтереста мудборд к вам кидают если вы тоже на это обращайте внимание если как бы ваша съемка подходит под их мудборд то публикуйтесь если нет только есть возможность что они просто вас не возьмут платформа примерно так скажем относительно бесплатная у них есть три тарифа первое это basic а там вы можете публиковаться 10 заявок в месяц вы можете делать в разные журналы и можете залить до 15 фотографий ваш портфолио также у них есть про там тоже безлимитное количество фотографий и и заявок и лита или тоже просто это 60 где-то евро в год элита до 200 и там какая-то под супер поддержка что-то вообще все безлимитно как бы мы сейчас говорим про бесплатную версию то есть до 10 заявок вы можете подать в месяц но это для начала достаточно что вот и так все мы пришли на эту страничку где много журналов теперь нам нужно выбрать наш журнал мой совет обязательно проверяйте сайт то есть вот вы посмотрели бы выбрали категорию вы выбрали как какой журнал будет это печатный будет журнал это просто будет статья в интернете или это будет электронная версия или вы просто можете не не выбирать после этого когда вы определились жар жанром и форматом выбрали вот вам понравился какой-то там вам понравился какой-то журнал вы идете на него и смотрите и мой совет обязательно проверяйте их инстаграм и их сайт и посмотрите просто тоже их контент то есть вы можете просто когда зайдете туда понять что вы не хотите быть частью этого вам не понравится поэтому обязательно обязательно прежде чем подавать фотографии проверьте и что они публикуют потому что у меня был такой опыт как бы не очень так скажем приятный мы публиковались но как бы содержание журнала как бы лучше спрятать его куда-то в ящик и никому не показывать вот поэтому обязательно обязательно проверяйте то есть я хочу сейчас разобрать прям вместе с вами и так скажем сделаем вместе одну как называется публикацию вместе разберем немножко так вот я выбрала такой журнал это французский журнал вот мы видим сразу что у них двести пятьдесят три подписчиков в инстаграме как бы я уже там публиковалась не как бы ну такие достойные вот две семьсот у них на самом кавиаре вообще кавиар еще работает как соц сеть то есть вы там можете и кому-то вам могут лайки ставить на ваших фотографиях также вы можете с кем-то переписываться можете писать напрямую редактором и так далее то есть такая как соц сеть точнее так все мы тут посмотрели сейчас вам следующий слайд не очень тут удобно но вот у нас здесь прописано как раз это вот печатная у нас будет версия жанр у нас fashion закрывается вот через пять часов вот про эту тему я хотел тоже поговорить закрывается через пять часов там есть вкладка когда вы заходите во все журналы типа closing soon то есть скоро закрывается то есть есть смысл именно с ними вот этими журнала которые скоро уже дедлайн туда подаваться потому что вам ответят быстро то есть если они через пять часов закрываться ты если вы сегодня подадите то вам принципе сегодня ответы дадут вот поэтому как бы есть смысл использовать этот так скажем фильтр вот это что еще самое главное здесь у них написано что они запрашивают эксклюзивность вот это очень интересный момент эксклюзивность они пишут до 7 мая 2023 года что это значит это значит что подавая в этот в этот журнал эта съемка не должна была быть ни в каком другом издании как на кавиаре так и не в других соц сетях не на вашем сайте то есть это новая съемка ну она может быть из архива но он просто не опубликованы вот я не знаю насколько как бы это там технически они проверяют прям вообще все 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 ну как бы по идее в в правилах так написано что должно быть все прямо эксклюзивно и именно до 7 мая вы не имеете права другую как бы никуда подавать другой журнал привет привет все и ждете то есть вас если вас приняли вы ждете когда журнал публикуется пройдет время до 7 мая вы не сможете опубликовать даже потому что если вы захотите вы просто пойдете эти же фотографии подавать другой журнал то технически там они уже будут заблокированы вас выйдет такое сообщение вы не можете публиковать потому что на нее наложенную эксклюзивность вот про эксклюзивность поговорили все а после этого после 7 мая эксклюзивность снимается и вы можете публиковать эти фотографии в других журналах выбирайте другие но не можете публиковать журналы которые также просят эксклюзивность то есть вы можете в других у которых нету такого запроса но именно также журнал с эксклюзивностью к сожалению нет я думаю что технически этот вопрос можно обойти если честно, вот мою, я так не пробовала, но хочется попробовать, как бы думаю, надеюсь, меня не заблокируют они потом, и сделать, значит, переименовать фотографии, или вообще просто из этой же съемки выбрать просто другие ракурсы, но если про те же самые мы говорим, то можно, в принципе, откадрировать, переименовать и загрузить еще раз, и мне кажется, можно попробовать, я не знаю, я не пробовала, но это мое предположение, вот так, следующий слайд у нас, итак, мы пришли вот как раз к моменту выбора фотографий, итак, нам нужно выбрать фотографии, которые мы уже подготовили, у них здесь запрос был с 6 до 10 фотографий, формат JPEG, так, и вот обязательно смотрите на формат, то есть они вот для портретных фотографий просят, чтобы это был 2,550 на 3,300 DPI, и который горизонтальный 2,500, потому что если у вас будет немножко другой формат, вы при загрузке, он будет говорить, пожалуйста, ну, вбейте формат тот, который мы запрашиваем, так, все, нажимаем select my photo и загружаем с нашего компьютера, так, дальше, что мы там, вот, мы загрузили фотографию, окей, все, теперь нам нужно указать на фотографии всех участников съемки, то есть если я вот, например, Юлия Пыхтеева, я фотограф, я еще была организатором, то я указываю, что я еще и креативный директор, ну, то есть вы там, если вы, например, еще и визажист, указывайте, там, я визажист, вот Ольга Бьянки у нас была моделью, и Юлиана у нас была мейкап-артистом. Так, следующий слайд хочу вам показать, чтобы вы поняли, про что я говорю, где можно выбирать. Вот здесь написано, если вот я фотограф, я выбираю, что я еще креативный директор, и здесь еще, к сожалению, сейчас вот уберу, как брать комментарий, а то не видно. Я на секунду уберу. Вот, видите, написано copyright holder. Вы, если фотограф, вы обязательно должны сделать, нажать yes, потому что вы держатель, то есть у вас авторское право. Если вы визажист, если вы там модель и так далее, то вы должны оставить нет, потому что авторское право только у фотографа. Все, я заполняю себя, заполняю модель, заполняю мейкап-артисты и всех, кто там участвует. Если это фэшн-съемка, то я обязательно должна указать все вещи, которые были использованы в луках. Вообще фэшн, которые фэшн, именно фэшн, так скажем, заявки, они хотят вообще от двух до пяти луков. Ну, как бы это технически не все, конечно, выполняют, но основной такой у них запрос, как, собственно, и у мировых журналов, им обязательно нужно от двух и до пяти. Кто-то вообще от четырех просит, ну, вот эти вот от двух и до пяти. Но если у вас один лук, то некоторые журналы и один лук принимают. Главное, чтобы это было прописано. Почему обязательно, чтобы гардероб был прописан? Потому что если вы подали в один журнал и там приняли без описания, но хотите все-таки подать журнал, где просят, ну, то фэшн, а там обязательно, чтобы это было прописано. И вы просто не сможете те же самые, то есть вам опять придется перезагружать фотографии, чтобы залить это в журнал, а то он не проходит почему-то. Так, хорошо. Мы дошли до, то есть вбиваем название съемки, можете написать описание, если у вас там есть что сказать, почему бы и нет, потому что если вы не пишете никакой текст, то, собственно, вас, как они просто потом позиционируют ваши фотографии, подписывают всех участников и все. Вот, поэтому если вы что-то напишите, текст у вас какой-то будет, то они еще это и красиво оформят. Вот, и здесь опять они просят, чтобы я задекларировала, что я именно копирайт-холдер. Вот, вы опять это указываете. И вот интересная здесь такая вкладочка, галочка «Upsell Offers». Что это значит? Это значит, что если вы оставите получать предложение, то вам будут приходить пачками просто каждый день предложения о каких-то там публикациях платных. То есть если вы на самом начальном этапе решили, что вы не хотите как бы ничего получать, ну то есть вы хотите просто сейчас вот бесплатненько вот здесь вот поучаствовать и все, и точно знаете, что платить сейчас ни за что не хотите, то тогда нажимайте «Не получать». Потому что я, блин, если не отключить просто на эти уведомления, они просто приходят очень много. Поэтому если нет, вам они будут приходить. И просто какие-то публикации, и обложка на обложку, как бы тоже всякие разные будут вам приходить предложения. Вот, поэтому дальше об этом я еще поговорю. Так, дальше. Все, мы, в принципе, готовы публиковаться. Мы все загрузили. Вот чек-лист у нас такой здесь прекрасный. Он нам пишет, что вы все загрузили правильно. 9 фотографий, добавили описание, задекларировали, что я фотограф, вот участвую здесь. Так, здесь, точнее, здесь мое авторское право. Все, готовы? Готовы. Отправляем. Все, отправили. Посмотрим, что сейчас у нас получится. Все, нажимаем. И у нас вот такая выходит страничка о том, что пригласите свою команду. Что это значит? Это значит, что команда, которой участвовала Ольга и визажист Юлиана, они не были зарегистрированы на сайте. И поэтому моя команда, моя публикация, она как бы не подтверждена. У них два профиля не подтверждены. Ковер что делает? Я же ввела все, как бы на момент вообще подачи у вас перед вашими глазами должен быть уже весь файл, то есть со всеми реквизитами ваших участников. То есть имейл нет, инстаграм и имя. И кто они? Вы должны все это прописать. Вот я ручками все вбила. И он автоматически ковер создал два профиля, но они не подтверждены. И вот он мне говорит, отправьте ссылку вашей команде. Я копирую ссылку, отправляю девочкам. Они заходят по ссылке, им предлагают ввести пароль и имейл. Они проверяют все свои данные, нажимают там, по-моему, подтвердить и все. И они тоже уже зарегистрированы. Просто это очень просто. Но это обязательно нужно сделать. Я не знаю, что будет, если вы не зарегистрируете, без понятия, если честно. Но как бы вот эта съемка до того, как у них заканчивалось через 5 часов уже дедлайн был, они мне ее через 4 минуты уже подтвердили. Несмотря на то, что девочки не были еще зарегистрированы. Так, дальше. Да, вот это Кавиар, они мне, мой ВИР, они мне уже пишут, что вот приняли мою заявку. Так, 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 так. Дальше, что я хотела сказать. Все. Потом, значит, у вас такая, там есть ящик. Вам приходят всякие сообщения о том, то есть вот вас приняли, да, то есть когда будет опубликовано, ну, то есть они мне пишут, вот, что 25 числа каждого месяца мы публикуемся. Все, отлично. Теперь сидим и ждем, когда придет время публикации, когда они нам сообщат и пришлет ссылку. То есть после того, как они сформируют журнал, они тебе присылают вот такую ссылку. Сейчас я покажу. Где говорят о том, что, ну, это другой журнал, но я просто на примере этого. То есть они, мы, мы, ну, как бы подготовили журнал, вы можете приобрести, посмотреть его, как, да. Здесь они говорят, что вам бесплатно, как бы, digital copy дают, то есть бесплатная электронная версия. Но не все, не все. Некоторые, как бы, бесплатно не дают. То есть это прописано всегда в правилах у каждого журнала. Вот, вообще, что из всего этого, что вы получаете? Вы получаете только ваши страницы с вашими фотографиями и с их лейблом. И все. То есть печатную вам не предоставляют копию, электронную вам не предоставляют. Ну, вот другой журнал мне, это Bell. Вот Bell журнал, который у нас сегодня я опубликовала в Stories. Они вот дают полностью все страницы всего журнала. Вот, но многие не дают. Многие просто вам высылают через какое-то время только странички с вашими фотографиями и все. Вот, значит, потом вы переходите по этой ссылке. Это я сейчас на примере другого журнала рассматриваю. Вот, попадаете вот на Megacloud, по-моему, называется, да. И видите, что здесь вот вам предлагают купить, ну, то есть до этого момента все как бы было бесплатно, да. Грубо говоря, мы ни за что не платили. Но тут вот если хотите полностью всю, весь, так скажем, весь журнал, то вам просят 19 900. Или если вы хотите печатную версию, то я не помню, сколько там она стоила. 24, по-моему, евро. Вот. Ну, ничего. Как бы я считаю, что не обязательно нам весь журнал, но только если он не супер-супер какой-то крутой. И поэтому для того, чтобы посмотреть некоторые журналы, вот здесь вот под, как сказать, под капертиной. Капертина – это обложка. Под обложкой есть такая лупа, и написано превью. Вот вы на нее нажимаете, если все, уже журналы как бы опубликовали там, нажимаете. И некоторые, они дают возможность просмотреть весь журнал. То есть все-все-все-все-все-все страницы там в маленьком формате, вот на таком, то есть его нельзя на весь экран открыть. Но все равно, по крайней мере, понимаете, кто рядом с вами, стоит ли этот журнал вообще покупать, то есть хотите ли вы его или нет. Вот. Но некоторые только первые страницы. Поэтому все равно на всякий случай проверять. Вот. Уже даже этой информации будет достаточно иногда. Так. Дальше что я хотела сказать. Ну, в принципе, все. Вот. Мы опубликовали. Сейчас я это закончу. Все. Так. Что я тут про обсел сказала, про это сказала. Подождите аккаунт. На обложку. Ну, то есть у меня было несколько, как бы, таких, так скажем, журналов, которые прямо на обложку я попадала. И вот. Тут очень интересный такой вопрос. У вас есть два варианта. Либо оставить, вот про те вот оферты, которые я говорила, про те предложения коммерческие, оставить галочку. И тогда вам будет приходить ссылочка практически по каждой, по каждой, по каждой, по каждой, по каждой просто версии, по каждой журналу будет приходить вот эта вот ссылка на публикацию именно на обложке. Вот. Ну, там в зависимости от журнала будет варьироваться также и стоимость. То есть, если это какой-то не совсем известный журнал, то там, может быть, она и 30 будет евро стоить, обложка. Если какой-то уже более такой рейтинговый журнал, то и до 350. Ну, это как бы относительно немного, если мы говорим про там базар, да, там где там 300 тысяч стоит, то поэтому как бы это так. Я вообще этот сайт называю тренажером, потому что вы приходите туда, вы подаете туда как бы свои, так скажем, работы и тренируетесь просто. Смотрите, как это работает, какой формат нужен, вообще какие требования бывают у журналов, как вообще коммуникация выстраивается между там редактором, журналом, вообще как это работает, что вам потом дают, что вы от этого получаете. Ну, вообще как бы по идее, то есть то, что мы там опубликовались, да, у нас есть эти теперь, так скажем, фотографии с этими заветными лейблами, и мы, конечно же, можем использовать это для пополнения портфолио. То есть, ну, это как я уже говорила до этого, то есть еще один, так скажем, способ продвижения, потому что их же, это же все равно запускается схема такая, то есть не только видят ее ваши, да, там подписчики, но и кто участвовал в съемках, сами редакторы, то есть и так далее. Поэтому, если у вас классный контент, если у вас, а, ну вот, я и про первый-то поговорила, про то, что приходит, знаете, как они называются, предложение попасть на обложку. А второй-то вариант, я не сказала, так вот, если у вас классный контент, классно у вас все получается, то некоторые журналы бесплатно вас помещают на обложку. Это не все журналы так делают, но иногда как бы им заходит так ваш контент, им так понравилась ваша съемка, что они бесплатно вас помещают. И это я про ковяр говорю, я не говорю про другие журналы, это именно про ковяр. Поэтому, если вы классно фотографируете или у вас классная съемка, у вас просто могут поместить бесплатно. Это классно, у нас, например, так вот Селин поместил и много других журналов, и это приятно, когда так просто открываешь ссылку вот на этот клауд, макклауд, и там обложка. Это даже, господи, боже мой, это же какая красота, как здорово. Вот, поэтому это, в принципе, все, что нужно было знать для первой публикации, я так скажу. Вот, я часто дарю моим клиенткам возможность попасть в журнал. Вот, поэтому, если вам тоже очень бы хотелось попасть в журнал или даже на обложку, приходите ко мне на съемку. Мы вместе со стилистом, с визажистом создадим вам несколько луков и отправим это в журнал. Почему бы и да, собственно. Ну, все, мне кажется, я такое, что хотела сказать. На самом деле, думала, будет длиннее, а так я, в принципе, хорошо уложилась. Сейчас давайте пройдусь еще, можете, что-то такое оставила. Вроде это сказала, это сказала. Это сказала. Сейчас я буду ваши читать. Да, сейчас буду читать ваши комментарии. Сейчас, секунду. Сейчас я их включу. Ага. Так, привет, привет. Сейчас пройдусь. Так, пять журналов для старта. Ну, вот этот вот, который мне нравится, Мовир, французский. Потом, значит, я, знаешь, на память так вот сейчас тебе не скажу. Давай я напишу под постом, окей? Сейчас заскриню вот этот вопрос и запишу. И потом под постом напишу, который мне нравится. Итак, у меня про... Мало выхлопа, на самом деле. У меня про версии, но у меня мало выхлопа, на самом деле. Ну, тут нужно понимать, да, и для чего нам это. Если я говорю, вот если у нас есть съемка, да, и лучше бы она как-то работала, как-то запустилась, я считаю, что лучше ее опубликовать, чем она лежала бы в архиве. Вот у меня есть съемки, честно, которые лежат, и просто думаешь, блин, ну лучше бы я их там опубликовала. Все равно большее количество человек бы их увидело, чем если бы она лежала где-то. Или просто у меня только в профиле было, например, я ее опубликовала. Привет, привет. Спасибо вам. Спасибо всем, кто пришли. Блин, вы не представляете, как мне приятно. В чем плюс такой публикации? Журнал Print, он... Он demand. Мне кажется, такие журналы заказывают только те, кто сами там публикуется. Нет? Это напечатанная версия, которая... Если да, конечно, те, которые публикуются там. И вообще я говорю про то, что это для пополнения вашего портфолио больше. То есть у вас есть эти фотографии, вы пополняете свою портфолио, вы взаимодействуете все равно с людьми. Те, которые попали сами в этот журнал, уже кто вас увидел. Также эти журналы вас публикуют на своем сайте, вас публикуют в соцсетях. Это все равно запускается механизм. Может быть, у вас сразу же не будет клиента, который бы сказал, я увидела в ваш журнале. Ну, боже мой, нет. Ну, конечно, это долгий процесс. То есть один раз. И, конечно, одна съемка, возможно, нет. Но если одна, вторая, третья, то есть я думаю, что нужно все равно пробовать. Итак, дальше. Да, да, да. Они присылают вам предложение попасть на обложку и потом со скидкой. Ну, понятно, конечно, им же тоже надо как-то зарабатывать. Это же они вам бесплатно предоставляют такую возможность. И, конечно, им тоже хочется на чем-то заработать. И все равно попала на обложку. Ну, вот, я про это и говорила. Да, класс. Супер. Ну, все, здорово. Блин, спасибо большое, что пришли, что посмотрели, что задали вопросы. Я, блин, безумно рада, что я наконец-то решилась. И мне казалась такая информация как бы достаточно важная, особенно для тех, кто начинает и кто боится и вообще не знает, с чего начинать. Поэтому, если что-то не приговорила, пропишу в посте под этим. Сейчас постараюсь все сохранить, если не глюканет мой инстаграм. Спасибо вообще большое-большое за поддержку, за то, что пришли. Очень приятно. Надеюсь, увидимся на съемках. Мы с кем-то будем коллаборировать. Всех, кого вижу друзей, поддержка такая вообще. Спасибо большое. Ну, все. Спасибо еще раз. Очень было приятно, что вы были со мной. Все, сейчас попробуем закончить. Все, пока-пока. Продолжение следует...